Дно у наших и кастрюль, и сковородок абсолютно одинаковое. Обратите внимание, что мы сразу начинаем готовить в нашей кастрюле. Мы обжарили мясо, мы обжарили овощи, лук, морковочку. Соответственно, заложили туда рис, то есть протушили это мясо прям тут же в этой кастрюле. Вот, получается не хуже, чем в казане, потому что пятислойное дно дает нам эффект томления. И мы тушим мясо, потом туда добавляем рис, добавляем воды, закрываем, и все, процесс приготовления... Ой, а не упала, она не разбилась? Они ударопрочные, у меня такая крышка упала на кафельный пол и не разбилась. Слушай, ну вот мне очень нравится, что можно сложить одну в другую, и удобно разместить у себя дома, на любой полке. Это значит, что они не будут занимать много места. Посмотрите, я здесь ставила в скороду большую кастрюлю, потом среднюю, потом еще меньше, еще меньше. И наш удобный сотейник, крышки я разместила рядом. Я для этого набора выделил самый маленький, 40-сантиметровый по ширине шкаф. У меня он хранится справа от плиты, и в самом маленьком шкафчике на одной полке он абсолютно запросто помещается. Ты знаешь, он у меня немножко заваливается, когда я начинаю еще одну крышку докладывать, но по сути, если это будет, ну, допустим, на полке на какой-то находиться, там ничего страшного. Даже если не будет идеальной ровной пирамиды, главное, что складывается друг в друга и может не занимать много места, несмотря на то, что здесь 12 предметов. Я вам очень рекомендую этот набор, вы когда приобретете его, вы влюбитесь, вы будете готовить, наверное, гораздо больше, вы будете меньше времени проводить у плиты, потому что это же профессиональный набор. Кстати, обратите внимание, вы не ограничены в продуктах, которые вы можете здесь готовить. Поскольку это нержавеющая сталь, в этой посуде вы можете запросто готовить молочные каши, молочные супы, гарниры абсолютно любые. Попробуйте, например, сварить гречку в эмалированной кастрюле, или попробуйте сварить, например, какой-то гарнир, который может запросто пригореть в эмалированной кастрюле. Попробуйте в эмалированной кастрюле сварить ту же самую кашу. Это проблематично, потому что пригорает и прилипает. Дальше, томатные блюда. Томат сам по себе, это продукт, который горит абсолютно везде. Хоть на сковороде, хоть в кастрюле, хоть на мангале, потому что в силу своих свойств он пригорает. На этой посуде вы можете запросто готовить любые томатные, молочные блюда и не переживать, что они у вас пригорят. А продано уже почти 300 таких наборов, это значит, что их остается все меньше и меньше. Здесь вы получаете профессиональный набор, посмотрите, пожалуйста, с пятислойным капсульным дном. Это невероятно удобно, невероятно практично. В обычной посуде вы такого дна никогда не найдете, а за такие деньги и думать нечего. Что это дно нам дает, как оно действует? Итак, вы видите, что наше пятислойное капсульное дно, это дно сэндвич, которое, вот вы видите, в синем цвете стальная пластина, которая не дает дну деформироваться. И серая, это как раз и есть та самая алюминиевая крошка, которая дает равномерное распределение температуры по всей поверхности, но при всем при этом еще и не дает нашим продуктам пригорать. А мне еще, знаешь, очень нравится, что кроме этого пятислойного капсульного дна можно каждый предмет использовать в духовом шкафу. То есть нам не нужно отдельно что-то приготовить, потом перекладывать в форму, там замазывать чем-то жирным, присыпать. Прямо вот в этой сковороде мы можем что-то приготовить. Засыпать майонезом, сметанкой или сыром и поставить в духовку. Я права, Арсю? Все верно. Смотрите, вот сейчас я обжарил печень с овощами, добавил сюда немножко соевого соуса и у нас уже готово абсолютно вот такое вот простое, но в то же время очень вкусное блюдо. И при всем при этом сковорода не испачкалась. Я сейчас буквально выложу эту печень на тарелку и сковородка у нас уже будет готова к дальнейшему использованию. Потому что ее достаточно будет просто протереть полотенцем или же сполоснуть под краном. Но поскольку раковина у нас здесь не предусмотрена, поэтому мы сейчас берем вот все, что осталось на нашей сковороде. Я сейчас беру бумажное полотенце. Да. Сейчас буквально руку одну освобожу. Беру бумажное полотенце и вытираю нашу сковородку. Обратите внимание, следов пригорания никаких нет. Остаются только крупинки от печени. Ну, в силу того, что печень такой продукт, что она крупинки оставляет. А ты пока попробуй. Причем печень лучше всего немножечко не дожаривать. Она получается гораздо полезнее, нежели чем если ее прожарить полностью. Очень быстро, очень просто. И самое главное, на профессиональной посуде. Без каких-либо повреждений, без каких-либо ограничений вы готовите свои любимые блюда. Знаешь, что происходит на моей сковороде в данный момент времени? Я начинаю жарить мясо. У меня вот пока я начинаю жарить, у меня весь сок сразу выливается. И мясо получается сухое и безвкусное. То есть такое, как тряпочка. Твердо. Мне можно говорить, вот мясо это не твое. Понимаешь? Я думаю, может не моя посуда просто у меня. Поэтому у меня мясо такое вкусное не получается. Я заявлял, заявляю и буду заявлять, что 70% успеха зависит от того, на чем мы готовим. Посмотрите, вот она сковородка. Я потратил буквально 2 бумажных полотенца, чтобы ее вытереть после использования. Это как раз таки говорит о том, что это к этой посуде не пригорает, к этой посуде не прилипает. Абсолютно ничего. То есть есть продукты, которые очень капризные в плане приготовления. И соответственно, над ними нужно как-то там дрожать, что-то пытаться аккуратненько не мешать. С этой посудой вы готовите абсолютно все. Хоть фуа-граф, хоть обычные котлеты. Вот у меня керамическая посуда была. За 3000 рублей ее покупала. Там антипригарное покрытие еще было внизу. И она у меня очень быстро вышла из строя. Я позвонила производительству. Я говорю, ну что такое? Я покупала за бешеный день. Я говорю, ну вот нужно было полностью остудить, прежде чем мыть. Нужно не нагревать при максимальной температуре. То есть было много, но-но-но-но-но, которых просто нельзя было делать. Нельзя было металлическими предметами ни в коем случае орудовать. Ты знаешь, даже вот этой губкой, которая вот такая шершавая поверхность, тоже нельзя было оказываться ее мыть. Вот смотри, на этой посуде можно запросто взять железную щетку, взять железную мочалку. И абсолютно запросто... Так, давай на льду с тобой сюда. Абсолютно отмыть любой прилипший, например. Ты знаешь, вот иногда бывает, поставишь кастрюлю на стол, к дну что-то прилипнет, а потом, когда ставишь на плиту, это сразу не заметил, и уже замечаешь тогда, когда пошел запах гари. То есть запросто можно взять металлическую мочалку, перевернуть нашу кастрюлю, либо сковородку, и прямо ее, прямо так, бесцеремонно взять и почистить. Давай, для тех, кто нам только что присоединился, напомним, о какой посуде идет речь. Давай напомним о ее качестве. Вот все, что вы видите, что мы приготовили, мы приготовили в этом наборе посуды, буквально на ваших глазах. Здесь у нас необычное дно. У нас здесь пятислойное, да, пятислойное? Пятислойное, да, пятислойное дно капсулы, которое позволяет нам получать то тепло, которое никуда не уходит. То есть, если мы положили на обычную тонкую сковородку, вот если бы она у нас была, вот обратите внимание, чисто синяя, вот как вы видите, просто сталь. Она нагрелась, как только на нее попал продукт, он сразу забирает температуру в себя, и сковородка остывает. А благодаря алюминиевой крошке, которая чередуется с остальными пластинами, тепло никуда не уходит, оно сохраняется. И в процессе приготовления из любого продукта, хоть это овощи, хоть это рыба, хоть это мясо, испаряется влага. И если эта влага испаряется быстрее, чем она выделяется, то процесс жарки не нарушается. Если процесс нарушен, то мы хотим жарить, а в итоге получается, что тушим. А тут мы будем тушить только тогда, когда сами этого захотим, просто когда дольем водички. Очень здорово, и мне нравится, что это знаменитый немецкий бренд. Блауман, да, называется? Блауман, да, все верно. Что можно готовить на любых типах плит, то есть нет никакого абсолютно ограничения. Универсальный дизайн позволяет подобрать этот набор для любой абсолютно кухни. Выгода сегодня в 5000 рублей. То есть все, все-все-все абсолютно звезды сошлись для того, чтобы вы сегодня сделали, возможно, свое первое приобретение. Потому что именно сейчас в нашем прямом эфире максимальная выгода. И весной время перемен, время обновить вашу старую, старую ненужную посуду. Да, возможно, вы еще будете готовить для собак какие-то блюда, может быть, или... Но Артем Вейна сказал, что если есть какая-то царапина, то это уже гигиенически небезопасно для вас. Потому что в царапине сохраняются различные бактерии. Там сохраняются моющие средства, которые просто не вымываются. Попробуйте для себя что-то новое. Тем более такого качества за такие деньги найти практически нереально. Лот 24-369. 12 предметов, которые входят. Сковорода. Кастрюля огромная, больше 6 литров. Три еще дополнительных сковороды. Сотейник. Это все за 4990. Только на телеканале Дисконт. Мы единый центр распродаж. У нас выгодно, у нас удобно. Вот это все чудо достанется вам. Да еще и упаковка будет замечательная, совершенно красивая, удобная, практичная. Посмотрите, все на ней написано на английском, правда, на немецком, потому что это немецкий бренд. У нас есть инструкция на русском языке, которая лежит в каждой коробке. И, кстати, в этой же инструкции, в этой же коробке вы увидите сравнение европейские цены. Такой вот точно комплект в Европе стоит примерно, по-моему, там 390 евро. Евро, то есть обратите внимание, 396 евро. Это по нынешнему курсу совершенно негуманная сумма. Вот это то, что находится внутри, в нашей коробке. Также плюс еще дополнительная инструкция. Это вот коллекция от нашего производителя. Пожалуйста, мы распродаем сладку прямую, сотрудничаем с поставщиком, производителем. За счет этого цена у нас сегодня невероятно низкая на профессиональную посуду. Остается буквально совсем мало времени, поэтому, если вам нравится, успейте заказать номер лота. Ох! Осталось 45 таких комплектов. Лот 24-369. Принимайте решение прямо сейчас. Успейте для себя забронировать. Готовить быстро, легко, удобно и практично можно с нашей профессиональной посудой.